Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. На учет в течение трех дней 25 мая вступит в силу указ президента о регистрации пребывающих в Сочи. О подвиге во имя жизни вспоминали у одноименной Стеллы в Сочи. Сегодня почтили память врачей и медсестер Великой Отечественной. На Красной Поляне сегодня установили пушку. Орудие стало памятником победы над элитной фашистской дивизией Эдельвейс. Сегодня в городских автобусах звучали Смуглянка и Катюша. Подарок пассажирам сделали члены клуба авторской песни. 25 мая вступит в силу указ президента о регистрации пребывающих в Сочи. Он будет действовать до 25 июля. Такое решение глава государства принял для обеспечивания безопасности во всех городах, принимающих матчи Чемпионата мира по футболу. В соответствии с указом все граждане России в течение трех дней с момента прибытия на курорт обязаны зарегистрироваться по месту пребывания в отделе УВД по вопросам миграции. Исключение для лиц, находящихся в больнице, а также пребывающих на курорт в гостинице, санатории, дома отдыха, пансионаты, кемпинги и туристические базы. Граждане иностранных государств должны будут зарегистрироваться в первый же день. По всем возникающим вопросам необходимо обращаться непосредственно в отделы по вопросам миграции. К другим новостям. Ветеранов Великой Отечественной сегодня чествовали в Краснодаре. На центральной улице города развернули полевую кухню и инсталляции 40-х годов. А в музыкальном театре специально для фронтовиков устроили большой праздничный концерт. К героям обратился со сцены Вениамин Кондратьев. Глава региона поблагодарил ветеранов за великую победу. Они не только отстояли нашу страну, не меньшим подвигом было восстановить ее из руин. В очень поредевших рядах сидят великие люди, наши ветераны, которые принесли нам мир, которые отстояли нашу страну. Мы всегда преклоняли, преклоняем и будем преклонять голову перед их великим подвигом. Их назидание беречь и сохранять, и приумножить то, что таким трудом они нам дали. Мы с вами сегодня имеем возможность реализовать их мечты. Беречь Отечество и воинским подвигом, и трудовым подвигом. Это сегодня долг каждого из нас. И пока мы будем помнить подвиг нашего народа, великого народа, Великой Отечественной войне, мы будем оставаться вот тем самым великим народом. Народом-победителем, который дал мир всему миру. С праздником! С Днем Великой Победы! В Великой Победе есть огромный вклад каждой кубанской семьи, напомнил Вениамин Кондратьев. Каждый пятый житель края ушел на фронт. Тех, кто не вернулся и не дожил до этого дня, сегодня почтили минутой молчания. Подвиг во имя жизни. Сегодня у одноименного памятника возле парка Ривьера, который был открыт 8 мая 23 года назад, состоялся митинг памяти. Сотни сочинцев вспоминали подвиг военных врачей и медсестер, которые во время Великой Отечественной вернули в строй миллионы солдат. Среди них были и сочинские медработники, которые внесли свой вклад в Великую Победу. Уже по традиции свой день возле застывших камня военных медиков накануне Дня Победы начинают сотни сочинцев. Архитектурную композицию открыли 8 мая 1995 года, к 50-летию Победы, в память о подвиге медсестер и врачей, которые на полях Великой Отечественной вели свою войну за жизнь солдат. Всего через полтора месяца после начала войны в Сочи уже привезли первых раненых, в основном тяжелых. 50 санаториев курорта перепрофилировали в госпитале. Всего за годы войны здесь поставили на ноги почти 336 тысяч человек. А после войны Сочи, как главный город-госпиталь страны, был удостоен ордена Великой Отечественной первой степени. Безграничен подвиг наших врачей, медсестер, которые давали победу в госпиталях, в больничных палатах, в операционных залах. И мы действительно гордимся тем, что живем в городе, в городе героев. В знак солидарности и уважения к подвигу врачей, которые сутками не отходили от операционных столов, участники памятного митинга надели белые халаты. Сегодня мы, конечно, работаем, слава богу, в другое время. Но те традиции, которые заложены в те времена, были и есть основополагающими для развития дальнейшего. Это наставничество, это традиция хорошего, благородного отношения к своим пациентам. Врачи во время войны совершили настоящий подвиг. Подвиг во имя жизни. Как вспоминают участники Великой Отечественной, хрупкие девушки-медики выполняли не только свой врачебный долг, но и шли вместе с солдатами в разведку и даже в атаку. Она выползала впереди линии и вытаскивала на своих плечах тяжелого человека, сами понимаете, по возрасту. И раненый, искореженный человек вытаскивала, тянула его до окопа. Слава этим женщинам, перед которыми я снимаю пражки. Таисия Сорокина в годы войны была ребенком. В госпитале помогала бабушке штопать одежду солдат. Поэтому после войны, нисколько не сомневаясь, выбрала профессию врача и отдала ей 40 лет. Моя бабушка, когда латала, я тоже ей помогала, вот правый лукав прямо весь в крови и разорванный был. И бабушка всегда плакала, что мальчиками, она их мальчиками назвала, моя бабушка, что спасибо. В памяти военных врачах, медсестрах и санитарках участники митинга возложили к памятнику цветы и венки. Их подвиг никогда не будет забыт, а их дело обязательно будет продолжено нынешними врачами и студентами-медиками. Праздничные мероприятия продолжились уже в Комсомольском сквере. Школьники и ветераны собрались у памятника солдату-сочинцу. Он был открыт три года назад в память о героизме наших земляков. В годы войны на курорте проживало всего 70 тысяч человек. Каждый третий ушел на фронт. Это более 18 тысяч. И около 5 тысяч сочинцев так и не вернулись домой. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Праздничные мероприятия в честь предстоящего Дня Победы сегодня проходят во всех районах Сочи. Это и чествование ветеранов, и памятные митинги у мемориалов. На Красной Поляне сегодня установили пушку времен войны. Орудие, которое принимало участие в боях 1944 года, находится в сквере рядом с памятником воинам советской армии, героически отстоявшим подступы к Черноморскому побережью Кавказа в годы Великой Отечественной. Сегодня на торжественной церемонии открытия глава Сочи Анатолий Пахомов напомнил о том, как в сочинских горах наша армия поборола элитную гитлеровскую дивизию «Эдельвейс». Это нужно сегодня не столько нашим победителям, сколько подрастающему поколению, сколько нужно нашим девчонкам и ребятам, чтобы они вечно помнили о великом подвиге, были патриотами своего города, своего поселка и, конечно, своей родины. Собравшиеся возложили цветы в память о подвиге советских солдат. Также в преддверии праздника Великой Победы воинам-интернационалистам вручили памятные медали. Ну и сегодня же глава Сочи обратился к жителям и гостям курорта и поздравил всех с наступающим Днем Победы. Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, уважаемые сочинцы, «Поздравляю вас с Днем Великой Победы! Во Второй мировой войне Советский Союз понес самые большие потери. 27 миллионов наших соотечественников пали на полях сражений, были замучены в фашистских застенках, стали жертвами голода, холода и лишений. Ценой невероятных потерь и ценой великого героизма наш народ остановил врага и спас мир от коричневой чумы. Вечная память и низкий поклон солдатам Родины. Вечная память и низкий поклон труженикам тыла, которые ковали победу на заводах, фабриках и в госпиталях. От имени всех людей моего поколения, от имени нашей молодежи хочу выразить ветеранам огромную благодарность. Мы в неоплатном долгу перед вами, перед живыми и павшими. Ваш подвиг бессмертен, вашему героизму нет забвения. С праздником вас, дорогие! С Днем Победы! Накануне 9 мая песни военных лет слышатся повсюду. Сегодня их пели в муниципальных автобусах во всех районах Сочи. Присоединиться к хору пассажирам предложили артисты клуба авторской песни. Организовали акцию «Городское управление культуры» и МУП «Сочи Автотранс». Подпела энтузиастом и наш корреспондент Елена Сецина. В единичке людей немного, автобус движется по курортному проспекту в район Фабрициуса. Так что места, где расположиться артистам, было достаточно. Пассажиры, конечно, заходили в автобус немного в растерянности. Это же большая редкость, когда их встречают в транспорте патриотическими песнями. Очень непривычно. Очень здорово, очень поднимает настроение, дух такой, воспоминания. Слезы даже наворачиваются на глаза. Пусть учатся, будут здоровыми, счастливыми. Ради них умирали наши родители и деды. Очень хорошая затея. Я сам приехал из другого маленького города. У нас такого никогда не было. Югорск в северах, Ханты-Масийский округ. Оттуда очень прикольная, очень хорошая. Позитив такой. Редкие не знают такие песни, как «Катюша», «Смуглянка», «День Победы», «Темная ночь». Поэтому через некоторое время, но все же начинали подпевать, как, собственно, и мы. На мнение прочь уходит ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон. Каждая из военных песен – это настоящий шедевр со своей жизнью и историей. В них гармоничное сочетание приятной мелодии и красивых слов, в которых заложен огромный смысл. Поднимает это настроение. Вот мы вошли в какой-то дождь, думаем, ну вот, праздником это. А они подняли настроение, конечно. Многое зависит от нас самих. Вот решил клуб авторской песни совместно с управлением городского транспорта организовать такую акцию и запели громко, убедительно, патриотично. Военная патриотическая работа должна проводиться всегда, чтобы наше молодое поколение никогда не забывало наших героев, которые подарили нам мирное небо над головой. Вот такую красивую жизнь и с каждым днем новое дыхание. Завтра песни военных лет прозвучат еще раз в самом центре Сочи. Под эти мелодии участники «Бессмертного полка» пройдут от Зимнего театра до стеллы у парка «Ривьера». Старт в 10 часов. Елена Авсейцина, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». В Сочи к Дню Победы ветераны продолжают получать поздравления. Сегодня в гости к одному из них пришли молодые предприниматели. В городе проходит акция в гости к соседу-ветерану. Посетителей сегодня встречал Алексей Иосифович Затула. Ему 97 лет, но он помнит в мельчайших подробностях всю свою военную биографию. Родился на Украине, оттуда и был призван на фронт. Побросала война по разным местам, завершил свой боевой путь участник Великой Отечественной в Сталинграде. До сих пор вспоминает те трескучие морозы. А у нас одежда была ватная, пуля застывала. Мы так были одеты. Я был врожайщиком там. И катюши, снаряды все эти. Я направлял куда нужно. Молодежь поблагодарила ветерана за то, что живут они сейчас в стране, свободные от фашизма. Для самого же Алексея Затулы это главное. И в День Победы вспоминать он будет не только ужасы войны, но и все добрые моменты, которые тогда невероятно объединяли людей. В преддверии Дня Победы ветеранов поздравило и руководство УВД. Гостей накануне принимал капитан в отставке Григорий Дорогчан. Ему было 14 лет, когда началась война. Родители умерли и на плечах подростка лежала забота о младших братьях. Несмотря на юный возраст, он принял участие в противотанковой обороне на восточном берегу реки Псову. Ветеран был рад гостям и рассказал о своем боевом прошлом. В 1943 году прошел подготовку в десантно-парашютной школе Сухуми. В первый призыв на фронт не прошел распределение. Взвод, который был отправлен без него, погиб. В 1944-м был призван и уже через год под конвоем этапировал военнопленных в Прибалтику. Продолжал нести службу в охране лагерей военнопленных до лета 1945-го. После переехал на Кубань. Потом была служба в противовоздушной обороне Москвы, затем в Вильнюс и школа подготовки МВД. В 1972 году Григорий Дорогчан переехал в Сочи и устроился на работу в санаторий МВД. Гости пожелали ветерану крепкого здоровья и вручили памятный подарок. В художественном музее открылись сразу две выставки. Одна из них объединила 11 художников, представляющих свое творчество на площади искусств. Выставка «Великой Победе» посвящается, готовилась специально ко Дню Победы. Она иллюстрирует размышления авторов о Великой Отечественной войне. Произведения посвящены людям и погибшим на полях сражений, и вернувшимся домой победителями. Работы выполнены в различных техниках и жанрах. Выставка открыта до 20 мая. В соседнем зале выставка «Рисованные грезы». Это первая персональная выставка Василисы Дарсания в ее родном городе. Еще в университете Василиса увлеклась культурами Африки и Японии, русским лубочным искусством, что определило направление ее собственных графических поисков. Также большое влияние оказал ее переезд в Грецию, где она прожила 10 лет. Это знакомство с византийской культурой и греческой иконописью. Именно в Греции состоялись ее первые выставки. Один из творческих методов Василисы – это спонтанное автоматическое бессознательное рисование, в результате которого возникают сюжеты с фантастическими персонажами. Все это воплощается чаще всего в графике, в том числе и на холсте, и в коллаже. Эта экспозиция также открыта до 20 мая. Сочинцев приглашают поставить рекорд победы. Одноименная всероссийская акция снова пройдет на площади у памятника Островскому. Организаторы предлагают вспомнить и поблагодарить своих предков за все 26 633 дня, прожитых под мирным небом. Все вместе участники акции сделают ровно столько отжиманий. По одному за каждый день с момента окончания войны. Здесь важна будет помощь каждого. Неважно, парень это или девушка, сделает 1, 10 или 100 отжиманий. Вместе участники смогут поставить рекорд в честь Дня Победы. Впервые акция «Рекорд Победы» в Сочи была проведена в 2012 году. С тех пор с каждым годом она собирает все больше и больше сторонников. Начало в 15 часов на площади у памятника Островскому. Ну и на этом наш выпуск завершен. Я напоминаю, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.